Всем привет! Меня зовут Женя, и сегодня я отвечу на некоторые ваши комментарии к нашим роликам на ютубе. Да кому упало ваше черное золото? Хоть бы в спецухах баги исправили. Щитоносцы баганы с одного удара иногда убивают. На самом деле, с этим все нормально. Щитоносцы у нас просто прошли небольшую переподготовку, стали мощнее, сильнее, и теперь действительно представляют собой большую угрозу на ПВЕ-миссиях, чем были ранее. Это вполне нормально, закономерно, и вынуждает игроков проявлять больше командной работы, чем раньше. Это отсылка на то, что мы, вы, клоуны. Это речь о карте Шапито. Пушки за варбаксы и короны. Черное золото обновили. А дальше что? Нормальный ССС сделаете? Респект! Автор этого комментария, господин Пиво, наверное, он румын, в принципе, верно подметил тенденцию, что мы одновременно занимаемся и контентом, и внутренними техническими системами. Что касается ССС, то, в каком виде она в данный момент присутствует на боевых серверах, в целом можно назвать ее практически завершенным состоянием, потому что она заходила в нашу игру с ноября 2019 года, и по текущий момент уже включает в себя множество изменений. И, в принципе, она закончена. Но мы при этом знаем, как ее улучшить через дополнительные инструменты. О них мы расскажем чуть позже, я думаю, ближе к концу весны. И сейчас я бы не хотел давать каких-то конкретных технических деталей, чтобы оставить некоторое пространство для будущих анонсов. Но обязательно следите за новостями, вас ждут еще интересные анонсы. Графон классный, не отрицаю. Но много всяких мест, много прострелов забрали. Теперь, можно сказать, это новая карта с примерно старой планировкой. Все так, на черном золоте новом. Графон классный, но много мест, много прострелов забрали. И теперь можно сказать, что это старая карта с новой планировкой. Сделайте нормальные коробки удачи за варбаксы с золотыми пушками. Мужики, но еще не все валы разобрали. Сетевой код будет доступен в коробках удачи за кредиты. А золотая версия сетевого кода позволит вам телепортироваться, как и раньше. Ставь лайк, если хочешь, чтобы Святослав Блинов был принят в штат разработки. Может, вы уже апнете все отечественное оружие в игре? Мало кто знает, но когда вы стреляете на полигоне с отечественного оружия, оно пробивает не только мишени, но и сам полигон. Время восточной поэзии. Прибобразился варфейс. Хорошо пошутили. Самурай на учебу не пошел. Ну, будем, собственно, ждать пулемет Максима за Сэда на 9 мая. К сожалению, мы приготовили другую пушку на 9 мая. Сэд Батру. Я 8 лет играю в ваш проект. Без ПВЕ я не протяну, а мы не протянем без вас. Ну, а если серьезно, в дальнейшем вас ожидает множество интереснейших ПВЕ-приключений. Синхру бы такую невероятную, как у ведущего зубы. Играют сотни тысяч людей. Кажется, выпуск снимали в 2014. Сейчас бы в 2014. К спаму Икса. Подкатом в стену. И доллару по 30. Вам вот не стыдно самим говорить, что вы улучшили оружие и сделали его более конкурентно способным и крутым? По отношению к чему? К дефолту. Когда мы выбираем оружие для улучшения, для изменения его характеристик, мы смотрим на множество факторов. С одной стороны, это категория этого оружия. Любое оружие должно соответствовать той категории, в которой находится. Второе, это оружие, которое другое находится в этой категории. Является ли оно конкурентно способным между собой? Третье, как быстро новичок приходит к этому оружию? Четвертое, может ли это оружие конкурировать с более крутыми моделями? И так далее. Из этого складывается огромная экосистема, огромный механизм, который управляет на самом деле сотнями моделей пушек в нашей игре. И это каждый раз довольно сложный выбор, что изменить в каждой конкретной пушке. Но мы следим за всем арсеналом и от апдейта к апдейту изменяем характеристики того или иного оружия. Прошу пофиксить Сиг МПХ и новый Киллтек. Это просто монстры. Я на штурме с Калашом 12 бегаю. Они просто за секунды сносят. Постскриптум про лупу не забудьте. Прежде чем менять какие-либо пушки, мы обращаемся к нескольким источникам информации. Во-первых, это игровая статистика. Мы смотрим, сколько киллов с пушки делается в секунду, минуту, час или иную единицу времени игроками в целом. Сколько игрок совершает киллов за одну свою жизнь. Сколько игроки проводят времени с пушкой в руках, независимо от того, на каком они ранге или где они играют. Сколько они проводят с пушкой в ПВЕ, сколько в ПВП, сколько на разных режимах. Это все анализируется. Второй важнейший источник информации это комьюнити, в том числе блогерское сообщество. Мы слушаем внимательно отзывы, аргументы, доводы, все за и против. И только после этого мы принимаем решение, нужно ли править пушки или нет. Что касается Сига и Келтека, по той статистике, которую мы видим в игре, эти пушки далеко не в топе по плейтайму, но очень хороши по эффективности. Это значит несколько возможных вариантов развития событий. Либо эту пушку выбрала часть сообщества, которая хорошо играет, и они успели распробовать эту пушку. Либо это действительно сильные пушки. И тогда нам уже стоит оценить, как они чувствуют себя относительно других пушек. В любом случае, пока что статистика по двум этим пушкам, по Сигу, по Келтеку, говорит нам о том, что с этим оружием играют гораздо меньше, чем с признанными лидерами внутри каждого из классов. И поэтому необходимости для внесения правок в эти пушки мы не наблюдаем. Но если ситуация будет меняться в будущем, мы вас обязательно уведомим. На сегодня это все. Всем спасибо за ваши комментарии к нашим видео на ютубе. Мы все их читаем, на самые интересные обязательно постараемся ответить в рамках этой новой рубрики. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok